Российское государство решило сильно нагадить и сделать невыносимой жизнь еще одной группе граждан – трансперсонам. Новый закон запрещает смену гендерного маркера в паспорте, операции по смене пола и все медицинские процедуры вокруг этого. Многие спрашивали мое мнение по этому поводу. Ну так давайте поговорим, зачем был принят очередной человеконенавистнический закон, как он встраивается в российскую политическую модель и к чему приведет. Но давайте сразу скажем, чтобы не было никакой двусмысленности о моем отношении к этому вопросу. Российское государство в припадке безумия принимает шовинистский, дискриминирующий закон. Каждый человек, который имеет к нему отношение – преступник, он наносит большой ущерб обществу. Здесь нет никаких двух сторон. Сегодня мы будем говорить об этом законе в контексте общественной реакции и постараемся лучше понять нашу страну и как она устроена. Но перед тем, как начнем, небольшое объявление. Как вы знаете, несколько дней назад прошел огромный марафон со сбором средств для помощи людям, преследуемым российским государством по политическим причинам. Я тоже в нем поучаствовал и сейчас вхожу в состав группы, организующей последующую работу проекта. Сумма собралась очень крупная и сейчас нам нужны заявки от потенциальных получателей денег из этого огромного фонда. Вы можете подать заявку, если вы правозащитная организация, работающая с преследуемыми по политическим мотивам. Причем любая организация, хоть адвокатов нанимаете, хоть вывозом занимаетесь людей из России, кто под риском. Также вы можете подать индивидуальную заявку, если вас или вашего родственника преследует российское государство. Изначально был план помогать только прям сидельцам, но план сборов был перевыполнен в 20 раз, так что, видимо, будут изменения. Если вы с уголовкой за границей, у вас нет денег и нужна помощь, или если вашего родственника посадили и вам нужны средства для жизни и помощи ему, или даже если вы подверглись административному преследованию, вы можете написать заявку. Заявки принимаются до 26 июня. Письмо на почту по ссылке в описании нужно прислать в свободной форме, только пишите, пожалуйста, покороче, но приложите документы, если они у вас есть. Если вы знаете людей, которым может понадобиться такая помощь, просьба передать им эту информацию, потому что пока заявок маловато. Ну все, теперь к ролику. Явное вмешательство государства в личную жизнь людей на первый взгляд выглядит совсем не ко времени. У вас там война за 16 месяцев плавно перетекла от захвата Киева до боев в Белгородской области. Но вот вам надо прямо в этот момент посильнее нагадить собственным гражданам, лишив их возможности легализовать свой гендерный статус и отрезав от медицинской помощи. Это для вас сейчас главная проблема? Гендерный маркер в паспорте? Гормональная терапия? Даже если на секунду допустить, что граждане России, чье тело и личная жизнь вам не нравятся, реальная угроза. Но это что, самая насущная, что ли, угроза? На самом деле, ответ на этот вопрос, почему в экстремальной ситуации маховик-маракобесие раскручивается все сильнее, очень простой. Война с ЛГБТ – это тот тип войны, в которую наша бюрократия понимает и умеет. Все решается не на полях сражений. Вместо боевых действий – генерация нормативных актов. Принять очередной федеральный закон, испортить жизнь большому количеству людей – это же так легко. В отличие от вооруженного противника, дискриминируемая группа внутри страны тебе не ответит. Это тот тип войны, где государство начинает и выигрывает. С начала 2012 года, с того момента, как у путинского режима начались серьезные внутренние проблемы, идет лихорадочный поиск какой-то скрепы, какого-то идеологического концепта, который прикрыл бы очень простую и очень примитивную путинскую идею – что нельзя менять начальство. Вот тогда и оказалось, что российское общество должны интересовать не сфальсифицированные выборы, не остановившийся рост экономики, не общая усталость от несменяемой власти, а традиционные духовно-нравственные ценности. И та угроза, которую этим ценностям несут геи и прочие нехорошие люди. Либералы, конечно. Почему любой разговор о традиционных ценностях сводится к самой примитивной гомо- и трансфобии? Потому что Россия – это страна, где никто понятия не имеет, что собой представляют традиционные ценности и почему вдруг это должно быть важно. Причем не понимают в первую очередь те, кто пытается о них разглагольствовать. Российский правящий класс – народ до предела развращенный. Для большого российского чиновника не иметь хотя бы любовницы, а по стандарту и второй семьи – это все равно, что ездить на «Ладе Гранть». Неофициальные жены, непризнаваемые дети, половая распущенность – это никакой не компромат для российского чиновника, это показатель статуса. Пожалуй, единственный заметный российский чиновник, у которого, видимо, действительно здоровые семейные отношения с официальной супругой – это Дмитрий Медведев. Подумайте, вы, может, и не вспомните больше такого примера. Ну, разве что, может, и Ельцина. Долгие годы журналистских расследований потребовались только для того, чтобы узнать, какие фамилии носят дочери Владимира Путина и как они выглядят. Но даже совершенно бесспорные факты не заставили его признать родных дочерей. Их официальный титул – эти женщины. Владимир Путин официально развелся 10 лет назад. С тех пор у него нет никаких официально оформленных отношений. При этом многолетний его роман с Алиной Кабаевой ни для кого не является секретом. Как не является секретом наличия у него внебрачных детей. Но это совершенно никого не волнует. Личная жизнь большого российского чиновника может стать кому-то интересна только в том случае, если связана она с коррупцией, что происходит почти всегда. Вторые жены и третьи дети вдруг получают высокие госдолжности и должности в госкомпаниях или внезапно заключают какие-нибудь миллиардные госконтракты. Вот тогда публика способна реагировать. Но сам факт распутства никого не впечатляет и не волнует. Скандал Клинтон-Левинский 98-го года бесконечно чушь нашей политической культуре. Не просто так в русском языке в некоторых кругах понятия секретарша и проститутка сплавились в секретутку. Ведь младший бюрократический персонал в России – это законный гарем большого начальника, опять же, в тех кругах. Не нужно быть специалистом по Соединенным Штатам, чтобы понять, какую гигантскую роль в американской политике играет семья. Достаточно просто посмотреть ролики кандидатов на любые должности и их публичные выступления. Жены, а в последние десятилетия и мужья. Дети, включая самых маленьких. Такие же полноценные участники избирательной гонки, как и сами кандидаты. Их поведение способно как сильно помочь, так и серьезно навредить. Например, Теду Крузу, сопернику Трампа на республиканских праймерис, до сих пор поминают эпизод, где он пытается поцеловать свою дочь, при том, что она явно выражает недовольство. Для нас это все выглядит совершеннейшим спектаклем. Лощенные политики с белоснежными улыбками в приторных объятиях своих идеальных семей. Но для страны, где семейные ценности действительно не пустой звук, это бесконечно важно. Минимальное системное требование к тому, кто стремится занять высокий пост, способность создать и сохранить устойчивые семейные отношения. В России по историческим причинам такая политическая культура не сформировалась. Мы атомизированное, пост-тоталитарное общество. Мы слишком зациклены на себе, в лучшем случае на своем ближайшем окружении. Это работает и в хорошую, и в плохую сторону. Наши люди в массе своей не будут переживать о том, кто с кем спит. Наши люди в массе своей не побегут писать донос о том, что сосед слушает гимн Украины, если только он не мешает им спать. Но точно так же наши люди не позвонят в полицию, если за стенкой бьют ребенка. Кроме фундаментальных особенностей атомизированного общества, такова наша политическая история. Консерватизм в России всегда останется притворством. Просто потому, что нам нечего сохранять и продолжать. От устаив Российской империи мы оторваны семью десятилетиями советской власти, сроком, который не переживают никакие традиции. А советская власть, окончание которой отстоит от нас уже на 31 год, между прочим, сама разрушила былые порядки. Это совершенно не очевидно. Но то, что для нашей культуры само собой разумеется, скажем, право на развод в одностороннем порядке, в странах Западной Европы вообще было легализовано сравнительно недавно, в 70-е. Во многих странах развитой демократии и в некоторых штатах США расторжение брака до сих пор настолько юридически сложно и бюрократизировано, что мы и представить себе не можем. Это у нас аннулирование брака совершенно не обязательно ведет к каким-то фактическим переменам. Экс-супруги могут даже продолжать жить вместе и вести совместный быт. Но далеко не везде принят настолько либеральный подход. Аборты, работа для женщин, предельно свободные отношения к институту брака, отделение среднего образования от церкви – все эти перемены в западном мире произошли в результате тяжелого многолетнего противостояния между консервативной политической культурой и движением за гражданские права. А советская власть это все провела в первое десятилетие своего существования, безо всяких дискуссий. Не надо забывать, кстати, и это здесь важно, что Советский Союз в базе своей – это прогрессистский проект был. Он рождался на отрицании институтов традиционного общества, в первую очередь семьи и церкви. Но идеологией дело не ограничивалось. Были и практические обстоятельства. Так наша страна никогда не была и до сих пор не стала местом, где женщины в массе своей имеют возможность заниматься семьей и детьми, всецело полагаясь на доходы супруга. Даже если захотят. К тому же вся первая и частично вторая половина 20 века – это истребление мужского населения России. Первая мировая, гражданская, вторая мировая, массовые репрессии, всякие промежуточные волны смертоубийств – все это выкашивало в первую очередь мужчин. Где-нибудь в США в 50-е годы женщина у токарного станка выглядела как попрание устоев. Но в СССР эмансипация, гендерное равенство и разрушение патриархата случилось вследствие внешних обстоятельств безо всяких дискуссий. Так что, когда государство пытается поговорить с гражданами о традиционных духовно-нравственных семейных ценностях, никто не понимает, о чем идет речь. Не просто не понимает, но даже не желает всерьез эту тему рассматривать. Ведь что такое ценности? В первую очередь, это самоограничение. Это нечто настолько важное, что ради него можно поступиться сиюминутными желаниями и даже изменить образ действий. Но никто не жаждет государственного регулирования своей жизни. Власть, для которой сама власть – это возможность вести предельно роскошное и неограниченное никакой моралью существование, не собирается связывать себя хоть с какими-то внешними приличиями. Ну, а общество? Любые попытки хотя бы заговорить об ограничениях абортов, разводов, контрацепции, любые попытки импортировать на Русь-матушку программу Республиканской партии США россияне всегда принимали в штыки. Потому что главная и единственная скрепа, которая универсальна для всего нашего общества и не зависит ни от каких политических взглядов, это отчаянное желание людей, чтобы их оставили в покое. Чтобы государство держало свои щупальца подальше от их дома, от их постели и от их работы, и от их доходов и отношений. Любая попытка нарушить этот баланс, адекватная, вроде закона о домашнем насилии, или вредная, вроде ограничений на аборты, тут же оживляла дремлющий политический инстинкт и немедленно торпедировалась. Что бы ни рассказывала нам пропаганда, какие бы цифры ни рисовали в опросах, «Мы не вчера родились и не три дня в России пробыли». Все в России прекрасно знают, государство ни с чем хорошим к тебе домой не приходит. Если оно стучится в дверь, то в лучшем случае обманет, а в худшем убьет. За последние сто лет российской государственности тот, кто к государственным инициативам в свой адрес относился как к обману, в основном выигрывал. Ну или как минимум не проигрывал. Чтобы понять, почему ЛГБТ-комьюнити последние 10 лет выступает универсальным врагом российского государства, достаточно оценить, как наше общество относится к геям, лесбиянкам и транс-персонам. Ответ будет очень коротким. Никак. Средний гражданин Российской Федерации не сталкивается с ЛГБТ-комьюнити и ЛГБТ-культурой нигде и никогда. Эта часть человеческой активности никак не влияет на его жизнь, и он ничего не не знает. Существуют какие-то стереотипы в голове. Частично они взяты из популярной культуры, типа группы Тату, бар «Голубая устрица» из полицейской академии Борис Моисеев. Частично из тюремного быта. Все эти байки про петухов и опущенных. Но в целом отношение российского общества к этому вопросу прекрасно описывается существующей практикой. 34 года, начиная с 1989-го, в России совершенно легально можно было сменить пол. Просто представьте себе, люди проходили гормональную терапию, делали операции, потом приходили в районное отделение сначала милиции, а следом полиции, подавали заявления, и те самые менты, которые по сложившемуся стереотипу должны были бы их немедленно распять на горящем кресте, просто делали свою работу. Принимали заявление, брали новый бланк паспорта, прописывали там в графе пол необходимое и выдавали гражданину. 34 года, 10 из которых государство тычет в каждую из букв ЛГБТ, как в маркер врага государства и угрожает административной ответственностью за пропаганду нетрадиционных отношений. 34 года, это самое государство документально подтверждало свободу гражданина в выборе гендера. И за все это время ни единого митинга, ни единой петиции в интернете на многие тысячи подписей, ни единого ролика в Ютубе под заголовком «Что же это граждане делается на миллионы просмотров?» Даже самые мракобесные мракобесы с какого-нибудь Царьграда, которые на словах готовы были просто стрелять по геям из пулеметов, даже они не вспоминали о том, что в российском государстве легален транс-переход. Если вам кажется, что это нечто само собой разумеющееся, что вот просто в любой стране так можно, то это совсем не так. Эта норма российского права и на момент своего возникновения, и даже сейчас, является довольно прогрессивной. Сравните ее, например, с Польшей, ничего хорошего не увидите. Ну, просто она никого не волновала. С большой вероятностью можно предположить, что если бы Советский Союз пошел по швам и окно возможностей для реформ открылось бы не в конце 80-х, когда однополые браки были еще диковинкой, а десятью годами позже, тогда норма, что государству пофиг, какое гендерное сочетание граждан официально регистрировать, вероятно, была бы закреплена у нас сразу. И просто не существовало бы никакой дискуссии по этому поводу, как и про транспереход. Но сегодня в России ЛГБТ – это универсальный враг, потому что это борьба с невидимым, борьба с тем, что тебя, дорогой средний гражданин, точно не касается и не коснется. Борьба, которая не придет в твой дом. Это репрессии не просто против чужих и чуждых, это репрессии против незнакомцев. Это пропаганда ненависти, направленная для среднего гражданина в никуда, а главное, не требующая от него никаких действий. Ведь ненависть к Украине проблемная ненависть. Во-первых, если хочешь по-настоящему ненавидеть Украину, то полезай в окоп, а этого никто не хочет. Во-вторых, от Украины частенько приходится получать по щам. Этот объект ненависти нужно по-настоящему побеждать в конкурентной борьбе, на поле боя, что получается не очень хорошо. Ненависть же к ЛГБТ подталкивает к искомому поведению сидеть на диване и смотреть, как государство одним законом побеждает кого-то, о чьем существовании ты еще вчера вообще не подозревал. Как оно лишает людей прав, о которых ты понятия не имел. Надо понимать одно важное обстоятельство. Мы здесь описываем мотивацию режима, который пытается себя легитимизировать за чужой счет. Но от этого совсем не будет легче тем людям, о которых говорится в скандальном законопроекте. Ведь мотивы у режима инфантильные и вздорные. Но настоящие люди лишатся медицинской помощи, лишатся официального признания государством. Их жизнь станет хуже и опаснее. Государство показывает пальцем и говорит «Вот такие люди нам не нравятся. В их отношении можно делать что угодно». И пусть общество в целом равнодушно к происходящему, но найдутся идиоты, которые свою агрессию постараются выплеснуть на тех, кто не ответит. Прямо сейчас наше государство работает на одичание. Оно поощряет насилие, выпуская уголовников через фронт на волю. Оно объявляет определенных граждан людьми второго сорта. Депутаты, послушно нажимающие кнопки, явно не понимают, что творят и с чем им придется иметь дело. Совершенно без разницы, к кому ты поощряешь ненависть. Главное, ты ее поощряешь и делаешь ненаказуемой. Но хорошая новость состоит во всем том, о чем мы сегодня говорили. Вся эта гнетущая чепуха о ненависти к ЛГБТ это настолько наносной, настолько противоестественный, настолько пропагандистский концепт, что он опадет как шелуха, едва только в России сменится политический режим. От этой ненависти не останется и следа, просто потому, что она не имеет под собой ни реального общественного запроса, ни традиций. Это именно, что чепуха в базовом словарном значении. Российскому обществу в момент смены режима придется решать много фундаментальных проблем, но не эту. Права меньшинств, хоть на фиксацию своего гендерного статуса, хоть на легализацию отношений, настолько не будут никого касаться, что вряд ли даже попадут в заголовки. Деструктивный режим способен причинить много горя своим гражданам, но он не способен сломать под себя общество. Как сейчас легко вызвать ненависть граждан к вопросам, которые их не касаются, так потом легко будет провести реформы в вопросах, которые абсолютное большинство граждан не заботят. И реформы эти будут просто приняты. Так же легко, как будет забыт этот режим, каждый нарратив которого наносной и противоестественный для нас. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова